Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги пророка Исаии, читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод. Десятая глава посвящена Осирии, довольно неясная и понятная, что с Исаией далеко не всегда так. Одиннадцатая посвящена Израилю, ну и тоже в целом понятная. Основной смысл предыдущей главы был, Осирия это инструмент для наказания израильтян, для того, чтобы их вернуть к Богу. И пусть Осирия думает, что это она своими собственными силами всего добилась, это не так и будет время, когда осирийские правители в этом убедятся. Но что у нас с вами в 11 главе, что будет с израильским-то народом, с его государственностью, с его отношениями с Богом? «Срубленный ствол Иесея пустит росток» – знаменитое пророчество от побега отрасли Иесеевой. Иесея – это отец Давида, поэтому это Давидова династия. «Срублено, уничтожено, но пустит росток» – конечно, мессианское пророчество, как оно будет в дальнейшем пониматься, то есть новый праведный царь от рода Давида. «Ветвь произрастет от его корней, и прибудет на нем дух Господень, дух мудрости и разумения, дух совета и силы, дух познания и страха Господня. Вдохновит его страх Господний, судит он будет не по первому взгляду, и решать он будет не по слухам. Справедливый бедняков рассудит, вернет права обездоленным на земле, поразит землю, «Жезлом своих слов, дуновением мост своих, нечестивца убьет». Что должен сделать праведный царь? Во-первых, исполнится духом Господним, да, то есть он действует не потому, что он очень умный, образованный, талантливый, активный, да, план хороший составил, советников нанял умных, потому что дух Господний в нем действует. И все это, конечно, может сопровождать, но корень как раз в том, что он действует по духу Господню. Его первое действие – это восстановление справедливости. Рассудить бедняков и поразить нечестивца. Пока нет справедливости, ведь Исайя с этого начинает. Господь говорит в первой главе, «Бессмысленно вы топчетесь в моих дворах, приносите мне жертву, пока у вас насилие, кровопролитие и неправый суд». И дальше такой очень красивый образ, который выходит далеко за рамки правильного государственного устройства. Вот будет правосудие, будет там правопорядок, будет там милосердие, все хорошо. Будет что-то прям немыслимое. Правда он припоявшится, истина будет поясом его. Ну, конечно, это образ, правда, истина, вот все будет так, как надо. «Тогда вместе будут волк и ягненок, лягут рядом барс и козленок, поодаль будут кормить собычок и лев, и повезет их малое дитя. Корова и медведица пастись станут вместе, бок о бок их детеныш, и лягут, и лев, и бык будут есть солому». Как это, простите? Ну, есть два основных объяснения. А первое – это басня «Дедушка Крылова». То есть там, знаете, «Вороны и лисицы» или там «Ягненок и волк». Ну, это же люди имеются в виду, да? Просто люди изображены в виде животных. Там жадный и коварный – это волк, а там несчастный и беззащитный – это ягненок. И вот они будут пастись вместе. То есть люди, которые сегодня бандиты и люди, которые их жертвы, они будут вместе мирно жить и друг другу помогать и радоваться. Хорошее объяснение. Другое объяснение – это вообще-то не про наш мир. И оно очень утешает тех, кто не хочет, чтобы животные были окончательно смертными. Смотрите, говорят они, вот в этом лучшем мире, в этом Царстве Небесном, в нем будут животные. Но они не будут хищниками. То есть мышка может не опасаться кошки в этом Царстве, да? Или ягненок льва или там волка, да? Но это будут ягненок и волк, те, которые сегодня есть. Правда, как это лев и бык будут есть солому? Лев не может выжить, поедая солому. У него физиология устроена иным образом. Может вообще не будет нужды в еде, не будет смерти, не будет болезни, не будет голода. Поэтому они могут просто играть, там травку пощипывать, потому что у травки приятный кисленький вкус, да? А не потому, что им надо вот наесться хоть чем-нибудь. Я не знаю, где тут правильное понимание. Я думаю, что не случайно они так вот по-разному эти места трактуются. Как и седьмая глава с рождением младенца от девушки, да, от девы. Можно понимать и в историческом контексте, вот родит какая-то женщина, которая здесь рядом. А можно понимать в отдаленном таком пророческом, вот родится ребенок от девы. И здесь, я думаю, что-то очень похожее, потому что то, что происходит здесь и сейчас, оно служит каким-то отцветом того, что произойдет в эскатологической перспективе, вот в этом прекрасном новом мире, в этом Царстве Божьем. Будет играть ребенок над норой змеиной. В гнездо гадюки малыш протянет руку. Не будут творить на горе Мои святые ни зла, ни разорения. И познание Господа наполнит землю, как воды наполняют море. Вот тоже образ. Малыш может не бояться змеиного укуса, потому что змеи перестанут жалить людей. Или потому что змей здесь тот же змей, который в книге «Бытия» — искуситель. Это некая победа над духом сатаны, над искусителем. Уже даже самый несмышленый младенец не будет им искушаться. Может быть и так. И прекрасный образ познания Господа наполнит землю, как воды наполняют море. В море везде вода. На земле везде будут познавать Господа. И в тот день корень Иисея, то есть вот тот самый побег, тот самый наследник Давида, вознесет над народами знамя. Племена к нему устремятся. И прославится место его успокоения. Не очень понятно, что. Но вот где-то он водрузит свое знамя, успокоится там, в смысле поставит там свой престол. И туда устремятся все народы. Но, конечно же, прежде всего, израильтяне. В тот день Господь протянет руку, чтобы забрать остаток своего народа. Вот этот самый остаток, то, что сберегается во всех бедствиях, во всех несчастьях. Что сохранится в Ассирии, в Египте, в Патросе, в Куше и в Илами, в Шинаре, Хамате и на островах заморских. Названия стран, часть из них нам хорошо понятна, некоторые не очень. Неважно, везде. Он поднимет знамя для народов. Соберет изгнанников Израиля, беженок Иудеи из четырех концов земли. Все собираются вокруг этого царя побега из корня Исеева, вокруг Мессии. Иссякнет завистью Ефрема и притеснителей в Иудее. Не будет завидовать Ефрем Иудея, Иудея притеснять Ефрема. И вражда между разными частями народа исчезнет. Помчатся на запад, на плечах Ферестимлин. Заодно разорят сынов Востока. На Идома Мааф наложит руки и покорят амманитян. Ну, конечно, тогда без военных побед никто не мыслил триумфа. Заодно завоюются окрестные народы. Ну, ладно, ну такое тогда было понимание ветхозаветное. И даже Египет будет побежден, но с ним, правда, сами не справиться. Это Господь сделает. Уничтожит Господь, залив Египетского моря. Занесет над Нилом руку, дохнет жаром. Разделит его на семь ручьев. То есть будет маленький поток. Так что будут их переходить, не разуваясь. И проляжет путь для остатка его народа. Из Египта, соответственно, можно будет вернуться перед Нил пешком. Так только вот даже и не разуваясь, помочив подошвы. И проляжет путь для остатка его народа, который в Ассирии сохранится, как было с Израилем прежде, в день исхода из земли египетской. Вот исход, это ключевое событие израильской истории, в которое он все время возвращается. И, соответственно, в какой-то момент Израиль вернется из Ассирии, так же, как он возвращался из Египта. И все вернется на круги своей. И в 12 главе, очень короткой главе, будет такой отзыв израильтян на это благоденствие. Ну, а потом пойдут уже пророчества, связанные с другими народами.